Всем привет, с вами Балканский Бомж и давайте сегодня взглянем на ситуацию на пограничном переходе Сан-Исидро. Да, сегодня понедельник, сейчас вечер, около 7 часов вечера. Заметил, что никогда я вам не показывал переход вечером. Ну, ночью, наверное, нет смысла, ничего не будет видно, а вот вечером, ближе к закату, давайте посмотрим, много ли людей. Смотрим. Ну, количество машин, конечно, огромное. Я думаю, вы сами понимаете, на вечер люди едут в Штаты, ну и со Штатов тоже едут, но с той стороны сюда обычно очередь небольшая. Вот здесь, конечно, можно стоять долго. Пойдем глянем пешеходную очередь, а потом сходим, посмотрим на вход, на вход в Мексику из США. В тему входа в Мексику из США, вот видите, вот там вот сверху идут люди. Меня несколько раз спрашивали, что это за люди там идут. Вот это вот люди, которые зашли в Мексику из США. Вот в этом сером здании, вот в этом вот, вот в этом, они проходят паспортный контроль в Мексику. И, соответственно, дальше им надо пройти пару сотен метров до крутилок, которые я вам уже показывал. Да, а перед входом вот в это вот серое здание, то есть, в принципе, вы можете через эти крутилки туда зайти. Да, всякие носильщики, помощники туда заходят. Вот. И если вы пройдете против потока людей, вот там вот сверху, до этого серого здания, то мексиканский паспортный контроль, он, знаете, там такой, со стороны, ну, когда заходишь из штатов, там они, в принципе, зачастую вообще не смотрят документы. Да, то есть, миграционную карточку заполнять надо самим попросить, чтобы ее тебе дали. Ну, в принципе, если вы едете только в Тихуану, то она вам и не нужна. Так вот, и если вы пройдете мимо миграционного контроля еще туда поближе к штатам, то там тоже будут следующие крутилки, но они, к сожалению, они, к сожалению, исправны, и поэтому вы через них пройти не сможете. Вот, кстати, давайте посмотрим, как мотоциклист хорошенько срезает очередь, да, и сможет проехать гораздо быстрее. Вот он поехал не на центре, а просто на линию, на обычную. И вот давайте смотрим. Поехал, 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 хотя, наверное, его не видно на видео. Да. Пойдем поближе к самой границе, что ли, подойдем, чтобы было поинтереснее. Заодно глянем, далеко ли там стоят пешеходы. Знаете, мне очень нравится вид с вот этого вот пешеходного мостика в обратную сторону от границы, именно в сторону Тихуаны, вот эти вот пальмы, дома. Кстати, посмотрите, вот машины заезжают. На центре практически нет очереди. Посмотрите, давайте развернемся сейчас в сторону границы. Вот, посмотрите, на центре очередь машин по пять. То есть вообще почти никого. Но, как я вам уже говорил, лучше не надо пытаться по центре заехать, потому что там от вас ожидают, что вы покажете эту карточку центре. И уж ее-то наличие проверяют у каждого. Да. Пойдем посмотрим на пешеходную очередь, много ли людей. Так, ну в ту сторону что-то ее особо не видно, хотя, может быть, она за деревьями. Не знаю. Стопуем его пешеходной очереди. Пойдем посмотрим, насколько смотрят. Ну, я думаю, что сейчас должны смотреть. Почему? Потому что сейчас час пик. Хотя, опять же, вам может повезти в любое время. Тут как бы совершенно рандом. Но пойдем все-таки дойдем до конца. Очередь на самом деле сегодня не такая уж и большая. Да. Хотя, все равно, даже в такой очереди, я думаю, что вам придется простоять, ну, минут, наверное, сорок. Вот мы уже практически подходим к самому концу этой очереди. Пойдем посмотрим на то, как работают сегодня пограничники. Поснимаем их немножко. Справа вообще идет линия центри, поэтому вы здесь не должны идти. Вы должны идти слева в общей очереди. Да. Сейчас, смотрите, сколько там прям. Сегодня очень много пограничников. Мимо них вы пробежать не сможете. Поэтому те, кто будет просто пробежать, у вас ничего не получится. Да. А вот, собственно, очередь. Вот, посмотрите. Вот эта линия центри, по ним сейчас по автомобильным. Вообще вправо никого нет. Удивительное дело, что сказать. И там вот, посмотрите, одна-две машины. Но в то же время давайте посмотрим, спрашивают ли документы. Я думаю, что спрашивают, потому что они все-таки должны проверять именно наличие вот этой вот карточки. Ну-ка. Вот автомобиль проехал. Спрашивали у него или не спрашивали. Я не знаю. Людей сейчас особо не впускают, пешеходных пешеходов. Это, конечно, грустно. Проехал автомобиль. Ну, вы видели, кстати. Не знаю, вам, наверное, на камеру было не видно. А мне было видно, что он в это время смотрел в сторону водителя. Уж не знаю, показывали водителям документы. А людей все, не пускают. Что ж, пойдем обратно. Взглянем на размер этой очереди. Да. Убедимся, действительно ли она такая вот уж небольшая. А знаете, что вот здесь наверху? А вот здесь наверху, вот это вот как раз серое здание, где происходит иммиграционный контроль мексиканский. Да. Пойдем обратно. Посмотрим. И пойдем, дойдем до входа в Мексику из Соединенных Штатов. Да. Его я показывал вам всего один раз. Не знаю, насколько он вам интересен и нужен. Да. Очередь длинная сейчас. То есть не менее часа, я думаю. Ну и плюс, вы сами видели, сколько там сейчас стоит офицеров американских. То есть, ну вот в данный текущий момент времени, то есть вот именно сегодня, в понедельник, вечером, 7 часов вечера пройти, конечно, не удастся. Впрочем, это не значит, что не удастся в другой понедельник. Но вы сами видели. Вот так вот выглядит прям совсем неподходящий момент для перехода. Как выглядит подходящий? Ну, например, возможно, вы помните мое видео с Атая. И там действительно проверяли прям вот так, спустя рукава. Я думаю, там вероятность пройти была бы процентов 50. То есть там был прям подходящий момент. Вот то, что вы сегодня видели, это неподходящий. Ну и вот, всего в паре сотен метров, наверное, если не меньше, от входа в Штаты из Мексики располагается вход из Штатов в Мексику. Да, если вы здесь переходите, желательно не пользоваться вот этими такси, они с вас попросят прям много. Переедите дорогу и там попросите таксистов. Видите, народ идет, прет. Некоторые люди, они все-таки работают в Сан-Диак, живут в Тихуане, поэтому вечером, конечно, поток очень большой. Пойдем, подойдем поближе. Вот вы сами видите, народ идет. А я благодарю вас за просмотр. Спасибо, что смотрели ролик до конца. Сегодня вот был хороший пример такого момента, в который и лучше не переходить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока.